Тема моего доклада будет идти о перспективах использования искусственного интеллекта вообще в медицине, но в данном случае в реконструктивной хирургии. Все мы на сегодняшний день выполняем одномоментную реконструкцию, отсроченную реконструкцию. Мы используем импланты, собственные лоскуты, трамб-лоскуты, лоскуты в свободном варианте, дип-лоскуты, сейп-лоскуты. Очень широко мы используем широчайшую мышцу спины для реконструкции. В последнее время очень модно стало использовать перфорантный лоскут, кидеп-лоскуты. И даже на сегодняшний день существуют рекомендации в основном зарубежных коллег, на каком этапе мы должны выполнять реконструкцию, через сколько мы должны менять имплант. Если у нас стоит экспандер после мастектомии, учитывая химиотерапию и лучевую терапию, когда мы должны выполнять реконструкцию соска, риолы. И единственное, на сегодняшний день в Российской Федерации в наших рекомендациях, в основных рекомендациях отсутствуют рекомендации по срокам и видам реконструкции груди. То есть не прописано, когда мы должны менять экспандер на имплант, когда мы должны выполнять реконструкцию. В основном мы пользуемся своим опытом, мнением коллег. И все мы имеем, конечно же, хорошие результаты в реконструкции молочной железы, но, к сожалению, мы имеем осложнения. Я думаю, у каждого это было, у любого реконструктивного хирурга, несмотря на то, что общемировые данные говорят, что на самом деле высока частота осложнений как при использовании имплантов, так и при использовании лоскутов. И каждый из нас задумывался, расстраивался, когда сталкивался с каким-то осложнением и начинал разбираться, все ли он делает так, как бы мог он исправить эту ситуацию. Мы со своей командой задумались, решили, подумали, как же мы можем сделать так, чтобы собрать все признаки и характеристики пациента, загрузить их в какую-то машину, и чтобы на выходе нам эта машина помогла, подсказала тот или иной вид реконструкции, который мы можем использовать, чтобы минимизировать те осложнения. Тем более в 2019 году, в октябре месяце, президент Российской Федерации узнал указ о развитии искусственного интеллекта во всех областях, в частности в медицине тоже. И мы прибегли к использованию искусственного интеллекта в реконструктивной хирургии. Что такое искусственный интеллект? Это машина, это компьютеры, это программы, которые создал человек. Он обучил эти программы, заставил эти программы думать. На выходе программа, подумав, выдает нам какой-то результат, который может нас устроить. На самом деле искусственный интеллект – это программа, которую необходимо обучить, называется машинное обучение. Потом программа сама уже обучаясь, внутри имеется и нейросети, и выдает нам какой-то результат. На сегодняшний день мы, врачи, реконструктивные хирурги в частности, мы действуем по классическому поведению. То есть у нас обычно есть пациент, у пациента есть какие-то данные, его характеристики. У нас есть стандарт клинический, то есть мы руководствуемся какими-то руководствами, стандартами, выполняем их и получаем результат. Результат этот может быть хороший, плохой, но мы действуем на основании стандартов. Машинное же обучение, оно построено по-другому, то есть мы имеем какие-то данные у данного пациента, мы имеем много результатов, уже ранее полученные на наших ошибках, на нашем опыте. Мы их загружаем в компьютер, в программу, и на программу выдает какой-то стандарт персонифицированный. То есть тот, который, возможно, бы при классическом поведении не был. Как это вообще выглядит? То есть мы берем какие-то исторические данные, как мы обучаем машину, любого пациента. Мы эти данные подготавливаем, это очень тщательная работа, очень трудоемкая. Потом мы эти данные размечаем, делим на хорошие и плохие. Потом мы загружаем в машину. Машину мы обучаем. Машина нам выдает какую-то модель. Мы эту модель оцениваем, смотрим, этот результат для нас удовлетворительный или неудовлетворительный. Если этот результат плохой, мы опять подготавливаем данные, возвращаемся обратно, дорабатываем. Если же нас все-таки результат устраивает, мы создаем какую-то модель, которая откладывается в машину в компьютере. Итак, сегодня мы можем рассуждать так, что если мы возьмем данные пациента, новые данные, мы подготовим эти данные, данные мы загрузим в нашу машину. У нас есть в машине прогнозные модели. И на основании этих прогнозных моделей машина нам выдаст результат, который нам поможет действовать. То есть он нас направит, он нам не будет, машина нам не будет конкретно предлагать какой-то результат, а машина будет говорить, в каком процентном соотношении могут быть осложнения. На сегодняшний день искусственный интеллект уже давно используется за рубежом в Российской Федерации. Вот взял я просто одно из исследований, что при раке молочной железы, в частности за рубежом, искусственный интеллект используется при чтении рентгенологических, маммографических снимков. Показал свою эффективность, снижается, при чтении искусственным интеллектом снижается, как ложно положительные результаты, как ложно отрицательные. Искусственный интеллект показал свою точность. Также искусственный интеллект снижает нагрузку на второго специалиста, где он обычно используется. И мне очень было интересно увидеть, когда я готовился к докладу, что, оказывается, искусственный интеллект был использован при выделении биологических подтипов рака молочной железы, в частности, деления люминального типа А на люминальный тип Б. В России на сегодняшний день тоже уже есть работы, в частности, сервис Цельс в медицинских учреждениях 13 субъектов Российской Федерации, обрабатывает, читает рентгенологические снимки и выдает результат. Он также показал свою эффективность, в частности, он определяет злокачественную и незлокачественную опухоль на снимках. Но данное исследование направлено не на замену специалиста, а на помощь специалиста. Во многих регионах нет специально обученных специалистов, которые могли бы так легко читать маммограммы, компьютерную томографию. Поэтому я считаю, что это перспективное исследование. Мы в нашем онкологическом диспансере Санкт-Петербурга тоже провели свое исследование. Сегодня мы на начальном этапе совместно с клиникой МЧС и военно-медицинской академии мы взяли 320 случаев рака молочной железы, которые ранее получили реконструктивные операции. У каждого пациента мы выделили 57 признаков. На данном слайде представлены признаки, то есть учитывались все признаки. Стадия заболевания, рост, вес, возраст, лучевая терапия, неодювантная химиотерапия, и одювантная химиотерапия, все осложнения на каждом этапе. Очень хочу отметить, что это очень важный этап подготовки данных, потому что очень трудоемкая работа и одна ошибка в данной матрице может ухудшить результаты нашего исследования. Также на данном слайде представлены, какие операции мы использовали, то есть старались взять все реконструктивные операции, кроме диеплоскута. Мы эти матрицы обработали, разметили данные. Предварительно статистика нам показала, что стоит заниматься этим и сразу определила столь значимые признаки. В частности, возраст был значимым признаком и было показано, что у женщин после 60 лет при реконструктивной хирургии больше отрицательных результатов осложнений, чем у женщин до 60 лет. Вес был значительным признаком. Женщины больше 80 кг имели также чаще какие-то осложнения. Стаж хирурга имел большое значение. Меньше было осложнений у хирургов, у которых стаж был больше 6 лет. Машина нам определила сразу сама значимые признаки, которые могут влиять на какой-то результат. На данном слайде представлено 22 признака из 57. На выходе мы получили алгоритмы. То есть машинное обучение нам выдает не конкретно какой-то результат, а алгоритмы, в идеале, чтобы эти алгоритмы все совпадали. Вот первый алгоритм дерева решений, он показал, что искусственный интеллект в данном случае не предсказал нам из 18 неудачных случаев в группе, в обучающей выборке, 12 случаев показал, не предсказал. Только 6 он нам случаев сказал, как удачные, 12 неудачные. В контрольной выборке он вообще не обозначил неудачные случаи и 7 случаев только выявил, что они удачные. Алгоритм дерева решений показал, что лучевая терапия является значимым фактором и при выборе реконструкции стоит учитывать данные данные. Трамп Лоскут в данном исследовании оказался такой операцией, которая вызывает также много осложнений, чем хороших результатов. Алгоритм случайный лес уже показал более лучшие результаты. Из 18 случаев, 16 случаев машиной было угадано. Также в контрольной выборке из 7 случаев 2 было угадано. То есть появилась уже положительная тенденция. И искусственный интеллект определил нам значимые признаки и указал, в каком процентном соотношении они могут влиять на нашу реконструктивную хирургию, на возникновение осложнений. Какими трудностями столкнулись при проведении данного исследования? Ну, у нас на самом деле очень мало информации. Для искусственного интеллекта нужно не 300, не 400 случаев, а в идеале и 5 миллионов, и 10. Поэтому мы будем дальше набирать и обновлять нашу базу. Сбор информации, обработка истории болезни тоже. Это такая сложность. В историях обычно всё идеально написано. Нет осложнений. А для того, чтобы искусственный интеллект выдавал хороший результат, искусственному интеллекту нужны как хорошие результаты, так и осложнения. Человеческий фактор. Во многом зависит от специалиста, который готовит матрицу и обучает её. То есть человек должен быть обучен, чтобы правильно составить, чтобы не повлиять на результат. Сейчас у нас на втором уже этапе готовы ещё 480 случаев. Они готовы к обработке. Я думаю, в следующий раз мы сможем доложить о этой информации. Итак, в заключение я хотел бы сказать, что применение искусственного интеллекта в реконструктивно-пластической фирургии требует дальнейшего, конечно же, изучения. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...